Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. Накануне председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел онлайн-встречу с региональными представителями активом партии, где были озвучены цели и планы работы на ближайшее время, в том числе механизм палаты депутатов с избирателями. Напомним, в сентябре этого года председатель ЛДПР объявил о создании в каждом регионе палаты депутатов от партии, цели задачи которой должны быть направлены на консолидацию обсуждений в подготовке законопроектов и инициатив от ЛДПР, а также в обеспечении горизонтальных связей между депутатами разных уровней и граждан, которые обращаются к ним за помощью. Мы новый формат ввели палаты депутатов ЛДПР. Это позволит нам работать депутатскому корпусу разного уровня, от самого низового и до Государственной Думы и Совета Федерации, как единому организму. Конечно, моментально это не отладится, это потребует некоторого времени, но, я думаю, достаточно небольшого. Согласно положению, которое мы утвердили о палатах депутатов, они могут пройти в оффлайн или онлайн формате. Онлайн, конечно, лучше, но оффлайн, как опыт показывает, не намного хуже. Мы вам высшие советы по важнейшим вопросам проводим оффлайн. Форму выбирайте самостоятельно, вам отдаю полностью на откуп, в зависимости от того, какие задачи нужно решать. Ну, а стартовать надо быстро, потому что у нас орговопросы избрать руководство, палат, кроме председателя. Необходимо в каждом регионе утвердить предварительный план работы. Я бы просил вас собираться каждый месяц, ну, по крайней мере, это самое-самое редкое, не реже раза в месяц, иначе это не палата. Наша задача, дорогие коллеги, активизировать работу депутатского корпуса на всех уровнях. Мы должны вовлечь в постоянную работу не менее 4 тысяч депутатов. И речь не только о законотворчестве нашим с вами, а прежде всего о взаимодействии с людьми. Мы с вами и так взаимодействовали, правда, очень как-то разреженно, почему палаты и созданы. Но взаимодействие с людьми у нас должно быть ближе, теснее, гораздо теснее. Мы должны становиться доступнее. Каждый должен понимать, никаких проблем нет. Вот он депутат от ЛДПР, он ближе, чем кто-либо другой. Он надежнее, он роднее. И речь, конечно, в том числе о еще одном нашем новом формате. Это всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР. Каждый из нас, естественно, с депутатами, извините, с избирателями встречается. Цель всероссийского приема – активизировать работу депутатского корпуса на местах. Большую часть проблем должны решать вы сами. Вот где у вас силенок не хватает, аргументируйте и подключайте нас. Вот. Я готов, повторяю, подключиться к разрешению любых проблем. Председатель палаты депутатов – это ключевая фигура наша в регионе. Не менее ключевая, чем координатор. Ответственность на вас теперь тоже очень и очень серьезная. За людей. Большинство своих руководителей палат депутатов – это руководители фракции ЛДПР в региональном собрании. Иногда еще совпадают с координатором отделения. То есть человек, который обладает возможностью организовать работы палатов на самом высоком уровне. Раз в месяц где-то будем собирать совещания депутатов фракции ЛДПР с палатами депутатов по различной тематике. Совместно будем обсуждать перспективное направление наших законопроектов. В рамках деятельности палаты депутатов раз не меньше, чем три месяца, а может быть чаще, будем в онлайн-формате проводить обучение. Будут модули, разделенные по тематикам. Что-то я буду рассказывать сам и отвечать на ваши вопросы. Первый модуль мы проведем в декабре для впервые избранных депутатов от ЛДПР. Но принять участие смогут все желающие. Меня в Донецке об этом сейчас депутаты просили. В рамках модуля расскажем о политической позиции ЛДПР по важнейшим вопросам, о законодательной работе, о работе с обращениями граждан, об информационной работе. Работа в социальных сетях на личных страницах должна стать нормой для каждого депутата ЛДПР. Мы современная партия. Ну и должны своего рода открыть интернет-приемную. Не обязательно ее так называть, но по сути это так. Это интернет-приемная, куда будут скапливаться обращения граждан. В первую очередь необходимо использовать этот инструмент для общения с избирателями. И не только какие-то проблемы, но наказы. И все, что связано с общением нашим с вами, с живыми людьми, это общаясь с ними, становишься сильнее. Зампредседателя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил региональным депутатам партии участвовать в законотворческом совете, который должен собираться еженедельно. Таким образом, инициативы с мест будут услышаны непосредственно депутатами Думы и могут обрести форму законопроекта. У нас, как вы знаете, действует работа и законотворческий совет фракции ЛДПР в Государственной Думе. Мы собираемся еженедельно, фактически по понедельникам, рассматриваем те или иные законодательные инициативы. Иногда от регионов приходят к нам инициативы и предложения, но, к сожалению, это нерегулярно и очень мало. Поэтому прошу вас активизировать свою работу в этом направлении. Не обязательно разрабатывать целый законопроект федеральный. Достаточно просто написать с обоснованием то, что вы предлагаете, с чем вы сталкиваетесь в регионе, с чем сталкиваются ваши депутаты в регионах, и что бы вы хотели или предложили бы изменить в федеральном законодательстве. Мы обязательно это всё рассматриваем, обсуждаем. И если инициатива заслуживает внимания, она будет направлена на повышение имиджа нашей партии. Мы обязательно будем готовить и готовим законопроекты, и вносим их в Государственную Думу. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на эту работу. Более того, я, с позволения, Леонид Идуардович, вас всех приглашаю к работе в законотворческом совете. Если бываете в Москве по понедельникам или у вас есть инициативы, которые будут рассматриваться в законотворческом совете, приезжайте, поучаствуйте в заседании. Я думаю, вам тоже это будет полезно. Отток населения сельских территорий и неконтролируемая миграция – одни из главных проблем в регионах. Сенатор Елена Афанасьева считает, что решать эти вопросы необходимо не только на федеральном уровне, но и усилиями муниципальных депутатов ЛДПР. Где сильная фракция, не значит, что ведется полностью работу со всем депутатским корпусом, который у нас присутствует и в центрах субъекта, и на муниципальном уровне. Палата депутатов, конечно, нам позволяет объединить усилия этих людей для достижения определенных целей. Нам качественно с вами, конечно, необходимо повысить уровень взаимодействия с нашими гражданами, организовать доступность этого взаимодействия и присутствовать на территориях. И очень важно, чтобы вопросы, которые приходят к нам от граждан, решались очень оперативно. Для этого, вы понимаете, у нас есть все возможности. У депутата муниципального есть депутаты законодательного собрания, у нас закрепленные депутаты-кураторы Государственной Думы, Совет Федерации, председатель партии. То есть для этого у нас возможности есть – оперативно решить любой вопрос, с которым приходит к нам человек. Одна из задач, которую ставит перед нами председатель партии – это взаимодействие с государственными и муниципальными структурами. То есть не нужно зацикливаться только в рамках своей палаты депутатов ЛДПР. Мы это взаимодействие как раз организуем для того, чтобы вы вышли на качественный профессиональный уровень и правильно взаимодействовали с государственными структурами и муниципальными органами власти. Мы ставим задачу и работа с документами, законодательством и нормативными актами, которые принимаются у вас на территориях. Это даёт вам возможность для того, чтобы, первое, реализовать идеологию партии, с которой мы с вами выходим на выборы, и второе, выполнить наказы избирателей, которые они вам дают во время выбора. Конечно, очень важна и работа с экспертным сообществом. Это даёт возможность вам привлечь действительно профессиональных людей к деятельности палаты депутатов. Например, если вы заметили, вам разослали документы относительно бюджета 2024 года, нужно было бы с этим очень внимательно поработать, и такая задача ставилась. Одни из важных тем, которые всегда будут обсуждаться в Российской Федерации, но это как пример, миграционная политика, демография, трудовые ресурсы у вас на территориях. И эти вопросы можно рассматривать, в том числе и на муниципальном уровне. Почему из района уезжают люди? Какие проблемы есть с трудовыми ресурсами? Какие вопросы есть по демографии? Поэтому всегда есть возможность собрать экспертное сообщество вокруг какой-то темы. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли свои поправки в правительственные межфракционные предложения в бюджет на 2024-2026 годы. В общей сложности депутаты увеличили расходы по отдельным направлениям на 138,6 миллиардов рублей за счёт перераспределения средств. О предложениях ЛДПР расскажет депутат Госдумы Каплан Панеж. На встречах с министрами мы обсуждаем все вопросы, которые нас интересуют. Каждый депутат, который работает по своему профилю, он собирает те вопросы, тот анализ, который необходим для обсуждения с тем или иным министром. Те поправки, которые необходимы, они в течение года в бюджетном годовом процессе вносятся. Те вопросы, которые мы не успеваем или министерство не успевает в течение года внести, они вносятся нашими поправками или в постановление Государственной Думы первой чтения. В этом году у нас очень хорошая, полезная работа, как я сказал. Наши вопросы все были учтены. Вот 720 поправок правительственных у нас есть, в этих поправках все вопросы, которые мы обсуждали в течение года, они учтены. Наши 30 межфракционных поправок на сумму 138 миллиардов с лишним, они приняты в таблицу к принятию, который будет рассматриваться 15 ноября. И наши 8 поправок, которые группой наших депутатов была внесена на сумму 16 миллиардов, основные поправки, они учтены, которые касаются социальной политики в плане издательства для инвалидов. У нас есть поправка, которая касается МВД, увеличить штат участковых. Она вызвала интересный разговор в комитете с правительством. И сегодня есть вакансовый МВД, но правительство заинтересовало наше предложение, будут пересматривать возможность распределения фонда заработной платы. Поэтому, коллеги, когда мы работаем в регионах, очень важно наладить беседу, общение, диалог с правительством региона, с профильным министерством Минфином и с комитетом по бюджету. И вносить свои поправки, и эти поправки, чтобы приносили пользу для того или иного региона, чтобы это было действительно для развития, социально-экономического развития региона. Вот таким образом предлагаю работать в дальнейшем по бюджету.